Добрый день! Она спрашивает так. Вы живете в Израиле уже более 30 лет. И недавно она прочитала, что популярность государства Израиль занимает четвертое место снизу. То есть, был какой-то опрос. То есть, стоит перед такими государствами, как Иран, Северная Корея и Пакистан. По популярности, в кавычках. Почетное место. Как вы, как каббалист, думаете, в чем видите причину такого отношения к Израилю со стороны всего мира? Ведь делаются немалые попытки Министерства иностранных дел, чтобы изменить ситуацию. А они ничего не дадут, эти попытки. Это совершенно ясно. Потому что дело не в том, что Израиль ведет войну за существование. Всем понятно, что это война за существование. Дело в том, что эта ненависть, она продиктована естественными силами природы. Потому как само существование еврейского народа, оно является несопоставимым с нашим миром. Ведь этот народ, это, по сути дела, бывшая каббалистическая группа, которая сорвалась с духовного уровня и упала в уровень нашего мира. И все равно, несмотря на то, что она существует уже в качестве как бы народа, а не каббалистической группы, духовного какого-то организма, все равно она вызывает у всех во всем мире какую-то реакцию невосприятия, неприятия, отторжения. В каждом человеке в нашем мире существует внутренняя настройка на то, что его проблемы связаны с существованием, самим фактом существования евреев. И тем более, существованием их государства. Как на генетическом уровне, вы хотите сказать? Это на внутреннем, на духовном уровне, на уровне сил природы. И поэтому ничего с этим не сделаешь до тех пор, пока не проявится в мире необходимость в той методике исправления мира, которая существует внутри народа, о которой народ сам не подозревает. То есть о каббале, пока не поймут люди, что это для их пользы, что сам факт существования евреев и факт существования государства, он будет необходим миру. До тех пор отношение будет крайне отрицательным. Причем вплоть до войн с Израилем, не только со стороны его соседей, а вообще со стороны всего мира. А как вы видите, это может произойти? То есть этот факт существует? Ненависть и такого отношения уже тысячи, сотни лет? Две тысячи лет, да, две тысячи лет, пожалуй, с момента возникновения религий, по крайней мере, то есть почти две тысячи лет. Что побудит людей другого решения? А когда они обнаружат, что они находятся в страшном кризисе, когда они обнаружат, что они находятся просто перед угрозой смерти, и что существует методика спасения, и эта методика спасения, каббала, она находится в недрах, внутри еврейского народа, который извлечет эту методику из себя, вспомнит о ней, восстановит, реализует ее. Тогда и отношение всех народов мира к евреям изменится. Они поймут, что это, в принципе, не народ, что это древняя каббалистическая группа, которая когда-то взяла на себя обязанность сосуществовать в мире по духовным законам, по законам единства, любви, возлюбив ближнего, как себя, в чем заключается практически настоящий иудаизм. А не сегодняшний, внешний. Вот когда это все раскроют, когда эта методика исправления мира начнет реализовываться в мире, потому как не будет никакой другой возможности существовать, спастись от надвигающегося всеобщего кризиса, тогда и изменится отношение всех народов к Израилю. То есть вы предвидите именно с плохой стороны? Я предвижу падение. С точки зрения страданий. Да, я предвижу наш рейтинг, который будет падать еще и еще и еще хуже. Дальше некуда уже? Ну, неважно. Дело не в том, что дальше некуда. А отношение будет еще хуже и хуже по мере углубления кризиса, до тех пор, пока в нынешней точке не осознается, что действительно нет в нашем мире никакой другой методики спасения, исправления мира, привлечения добрых сил, которые таятся в природе, кроме как через Кабалу. А Кабала существует как внутреннее учение в Израиле. То есть вы не предвидите, что это произойдет каким-то путем через СМИ, каким-то путем объяснений? Нет, возможно, возможно. Такое, что мы в наших попытках объяснить людям, объяснить всему человечеству суть Кабалы, и приблизим все-таки их к пониманию того, что происходит на самом деле, и как нам эту тенденцию ужасную, в которой мир находится, изменить. Если мы сможем это сделать и внутри себя, исправить себя, показать всему миру, что можно существовать в добром, в свойстве отдачи и любви друг к другу, тогда и мир начнет к нам относиться по-другому. Но для этого мы должны исправиться в первую очередь. То есть распространение Кабалы, оно должно быть физическое в мире с помощью всевозможных средств и массовой информации, как мы это делаем. И кроме того, чтобы показать миру, что действительно возможно такое, на примере, допустим, нашей организации. Ну это действительно просто могут быть десятки лет образования людей. Почему? Потому что просто ваше даже заявление такое, как что весь народ Израиля – это древняя каббалистическая группа. Сегодня Кабала связывается с мистикой, с черзной чем. И это древняя каббалистическая группа. Это зависит от того, насколько… Кто-то может поддержать такую идею? Есть какие-то люди, которые… Нет, никто не может поддержать эту идею, кроме тех людей, которые достигают такого понимания, что мир обязан прийти к своему подобию с природой. А природа, она гармонична. Природа, она связана между собой. Если люди не будут связаны между собой добром, участием, даже любовью, то им нет права на существование в этой природе. Поэтому мы сами себя просто съедаем. Мы съедаем окружающую нас обстановку. Мы поглощаем все, что существует на земле. И в итоге убиваем ту среду, в которой можем существовать. Как это связано с древней каббалистической группой? Акаббала говорит о том, что надо между собой прийти к состоянию любви, участия. И тогда мы к природе будем относиться правильно. Не иначе. То, что весь эгоизм проявляется в первую очередь между нами, а затем ко всей остальной природе. Вы согласны, что, допустим, может и можно с этим согласиться, что это просто десятки, сотни часов лекций, надо читать людям, годы должно у них занять. Может, тогда через разные доказательства они придут к такому пониманию. Если захотят еще слушать, конечно. Нет, это не проблема, что они захотят слушать. Потому что природа своими ударами вынудит людей искать метод спасения. На самом деле спасение. Потому что по всем прогнозам мы находимся в таком состоянии, когда в течение ближайших 10-15 лет уже не будет в мире питьевой воды. Когда в течение каких-то 30-40 лет не будет в мире уже никаких больше источников для промышленности. Нет, с ударами мне все понятно. С ударами можно привести человека, понятно, к любому решению. Ну, так и все. А после этого и одновременно с ударами мы видим, что никакие правительства, никакие ученые не могут ничего сделать. Они не могут предложить никаких методик для какого-то разумного, нормального существования в мире. Для исправления человеческой природы. Если бы мы сегодня перестали бы уничтожать природу, если бы мы начали ограничивать себя разумным потреблением, а не гоняться за все время большим и большим производством, для того, чтобы побольше продать и побольше накопить. И побольше сохранить вместо полезных ископаемых воды, воздуха, нефти, вместо этого превратить это все в ненужные бумажки зеленые и хранить их, просто консервировать их в каких-то банках, то тогда было бы все по-другому. То есть вы считаете, что Каббала может дать решение вот именно вот этой проблемой? Каббала – это не панацея. Каббала – это не источник чего-то. Каббала – это методика привлечения высшей силы природы, которая нас может исправить. И тогда мы перестанем съедать друг друга и окружающую среду. Она как-то ощущается, эта высшая сила? Эта сила высшая, она находится в природе, она будет ощущаться по мере того, как мы захотим, чтобы она в нас ожила, чтобы она в нас царствовала. Почему она высшая? Высшая, потому что она выше нашей природы. Она более, как сказать, ну, высшая, более уважаемая, более, более… Это сила отдачи, сила любви, сила взаимности, уступок. Это Бог, о котором все говорят? Так можно сказать? Ну, назовите эту силу природы Богом, Творцом. Да. Она сегодня тоже воздействует на людей, так? Нет. Постоянно воздействует? Нет, она не воздействует на людей напрямую, потому что мы находимся в противоположной ей свойстве. Так что Каббала предлагает? Как мы можем вызвать эту силу на себя, чтобы она на нас положительно воздействовала? Что-то этого надо? Каббала является методикой вызова этой силы, методикой привлечения ее. Так же, как в нашем мире, в физическом, мы можем привлекать какие-то особые силы, генерировать их, усиливать их. Так же и мы можем привлечь эту силу. Эта сила – это не Бог, как кажется, как будто там. Это сила природы. Каббала – она сугубо материалистическое учение. Ее привлекает один человек или много людей должны одновременно… Много людей совместно, когда они желают соединиться между собой. Тогда своим этим общим свойством, этим общим усилием они ее вызывают в себе. И какой будет результат? Допустим, она воздействует, эта сила. Что вы видите? Когда они захотят объединиться вместе, люди, и привлекут эту силу, чтобы она проявилась между ними, через них она будет проявляться и в мире. Мы будем правильно… После того, как она воздействовала на нас, мы будем правильно использовать ресурсы Земли? Все будет правильно, по-другому. Эта сила начнет проявляться в нашем мире через нас. То есть это отразится на моем отношении к ближнему природе, к животным? Эта скрытая сила проявится через нас в раскрытом виде в мире, и тогда мир станет постепенно изменяться. Люди, вся природа станет постепенно меняться. Природа возвратится к своему естественному состоянию, равновесия. Мы вдруг увидим, как все меняется в обратную сторону. Все, что мы испортили, все вдруг начинает как-то реконструироваться. И люди между собой начинают меняться в своих отношениях. И все приходит к равновесию. То есть получается, на сегодня мы просто констатируем факт, что действительно сегодня, если посмотреть все, что мы натворили с природой, понятно, что это очень страшные вещи, и ресурсы кончаются, и взаотношения в обществе плохие и так далее. То есть воздействие вот этой силы... А, ну у нас нету как бы... Получается, у нас нет решения этой проблемы. Нет решения. На Земле этого решения нет. Поэтому это решение было раскрыто еще 3700 лет назад в Древнем Вавилоне, когда было аналогичное состояние. Но оно там не было реализовано всеми вавилонцами, а только маленькой группой Авраама. А все остальные вавилонцы, они расселились по Земле и в своем эгоизме начали творить вот эту земную цивилизацию. То есть, в принципе, для того, чтобы у меня там какой-то владельца какой-то корпорации, которая там выпускает какой-то пластик и потом засоряет эту Землю, естественно, мы его не сможем с вами убедить в том, чтобы он прекратил это делать. Потому что ему важен заработок. Ну, мы не можем прийти к такому соглашению между собой, поскольку мы все эгоисты. Так вы говорите, если силы начнут воздействовать на него, вот эту силу... А если эта сила начнет проявляться между нами, то она вынудит нас быть другими. То вдруг вот этот владелец корпорации осознает, что да, надо действительно выделить еще 30% бюджета, чтобы не загрязнять природу. Нет, мы просто запретим сами, добровольно, все вместе, запретим все ненужные, ненеобходимые производства. Мы будем производить только то, что нам необходимо. Кто такие мы? Мы все люди на Земле для того, чтобы выжить. Мы поймем и сможем это сделать. Мы сегодня, в общем-то, это осознаем, но у нас нет сил себя исправить. Но мы это никто, это должно быть какое-то правительство или что? Да, тогда, если ты говоришь о реализации, то очевидно, таким образом будет создано новое мировое правительство из людей, которые понимают, как надо действовать в этом мире, и они приведут этот мир к совершенно иному состоянию. И люди ощутят, что это решение, оно продиктовано этим Творцом или Богом. И оно продиктовано пониманием высшей силы природы. Это не Бог. Нет вообще Бога. Есть просто природа с ее высшей силой, которая не эгоистическая, как сегодня властвует, царствует в нас наша природа, а природа альтруистическая. Ну, эта природа, она чувственная. То есть, раз, если она создала нас, людей, как чувственных, то наверняка у нее есть тоже чувства. Не назовем это Богом, неважно. Я не знаю, можно ли говорить о чувствах какой-то физической силы. Можно говорить о том, какое чувство в нас она вызывает, эта сила, но никакая она сама по себе. Ну, окей, да. Если я сейчас, вот тут передо мной находится вода, прохладная вода, я ее сейчас пью, во мне она вызывает какие-то эмоции. Но сама вода, она же без эмоций. Только относительно потребителя происходит возникновение всевозможных вот этих чувств, характеристик. Нет, это понятно. То же самое мы говорим и о силе, которая начинает проявляться между нами. Это сила равновесия всех частей природы. Но в нас, когда она проявляется, она вызывает такое чувство, как любовь, взаимность, дружба, связь и так далее. Положительное ощущение. То есть мы не можем сказать о самой этой силе, есть у нее чувства или нет. Она просто в нас вызывает такие чувства. Только в нас, естественно. Это такая же физическая сила, как все остальные силы в нашем мире. И мы не можем никак к ней ничего отнести. Мы только говорим о том, как относительно нас она проявляет. Получается, мы не можем к ней обратиться, мы не можем попросить о чем-то. Нет, не к кому обращаться. Можем ее просто генерировать, да? Ну, конечно, разве ты можешь обращаться к силе тяготения? Ты к ней обращаешься для того, чтобы ее каким-то образом использовать во зло или в добро. Сегодня мы эту великую общую силу природы используем во зло себе. Эгоистически. И поэтому получаем отрицательные следствия. Если мы ее будем использовать альтруистически, мы будем получать положительные следствия. Вот и все. То есть, на нас она создала эта сила природы как эмоциональными. А сама она не эмоциональна? Природа создала человека, создала все, что в ней. Она же создала это, а не кто-то. Да, но она создала с чувствами. Как может быть такое, что она по подобию своему, значит, она без чувств, получается? Вот это вот непонятно. По подобию я не знаю, что это такое. Ну, допустим, да, можно поспорить, согласен. Ну, не, написано по подобию. Минуточку. Не надо путь, где-то надо все объяснять. Природа создала все существующее. Неживую, растительную, животную, человеческую природу. И эти существа, эти все существа, эти все творения, создания, созданные этой силой, они ощущают свое существование. Даже неживая природа в чем-то ощущает свое существование. Ну, растительное, естественно, и животное, и человек. Но это они ощущают. То есть это не означает, что у этой силы есть тоже чувство? Нет, мы не можем так сказать. Окей. Да, куда-то мы зашли. Мы зашли в то, что мы зашли в тупик с тобой. Мы просто видим, что находимся в состоянии, из которого не можем выбраться. Инерция нас тянет вперед. С каждым днем человечество все больше и больше тратит. Все больше и больше погрязает во всевозможных своих проблемах эгоистических. И выхода из них нет. И конец, действительно, ресурсный конец человечества, он виден. И с этим согласны все. А вот что дальше, никто не знает и никто не может остановиться. Вот здесь-то и поэтому раскрывается наука была, которая говорит о том, что выход есть. И этот выход, он очень добрый, хороший, разумный. Есть доброе, хорошее, вечное будущее. Но к нему надо подойти. Давайте задумаемся о нем хоть немножко. Начнем применять средства массовой информации для нашего образования. Для того, чтобы немножко поменять наши мысли, наши отношения друг к другу. Давайте просто начнем слушать то, о чем говорит Каббала. Это наука о той общей физической силе мира, с помощью которой мы можем спастись. Окей, давайте следующий вопрос тогда. Видео вопрос давайте посмотрим. Хорошо. Дает ли Каббала какие-либо конкретные советы для управления бизнесом? Нет. Очень много каббалистов просто есть, которые дают советы, как вести бизнес. Как вести бизнес? Ну какие это, что за каббалисты такие? Я не знаю таких каббалистов. И вообще, где он нашел каббалистов в мире, которые тем более дают советы, как вести бизнес. Каббала говорит о том, что бизнес надо вести таким образом, чтобы он был для пользы людей, для блага людей. Вот можешь ли ты создавать сегодня что-то такое, в чем люди действительно нуждаются? Не для того, чтобы ты должен был заработать и побольше, и желательно с нулевыми затратами и с максимальной прибылью. То есть ты стремишься к стопроцентной прибыли, а вот ты стремишься к тому, чтобы людям было стопроцентно удобно, хорошо использовать то, что ты производишь, и это для них действительно необходимое в жизни, а иначе ты это не будешь производить. Мы обязаны начать относиться к себе, к миру, к природе, к обществу таким образом, чтобы начать сокращать все наши производства до необходимого уровня. До такого, когда нам остается только необходимое для нормального существования. То есть мы не собираемся обратно возвращаться в пещеры, в хижины, в какие-то там норы в земле, в шалаши. Мы нормально живем и существуем. Но давайте сокращать все лишнее, все ненужное. Все это приносит огромный вред, уничтожает все окружающее. Давайте попробуем обратиться к разумному потреблению. Не к максимальному, как пропагандируют американцы, но сегодня они уже тоже особенно это не пропагандируют. А давайте обращаться к обратному, к разумному потреблению. То есть к нормальному, не к минимальному, как кажется, может быть, из моих слов, а просто к равновесию. Чтобы у всех было все в минимальном, в нормальном виде. Нет, на самом деле вы говорите вещи действительно... А иначе нет выхода. Я понимаю, даже нетривиально. Я бы не сказал, что нетривиально, но многие об этом говорят сегодня. Конечно. Даже посмотреть, огромное количество фильмов сделано. То есть те, кто интересуется, они понимают, что должно быть какой-то баланс природы, с потреблением и так далее. Да. Единственное, что я не слышал, по крайней мере, это какое решение. Как это? Как вы переубедите этого человека так взаимодействовать с остальными людьми? Это мне непонятно. А для этого-то и собираются всякие восьмерки, двадцатки великих сил, великие мира сего и ничего не могут сделать. В принципе, это то, что они должны были сделать. Но они же выдвигаются наверх своими же олигархами, своими же бизнесменами. И поэтому, как только они заговорят о добровольном ограничении, их сразу же сметут. Конечно. Кто этот Обама, или Путин, или Берлускони, или кто? Это все люди, которых выдвинули в большие промышленники, и которые работают просто обратно на них. Это же все закручено в одно единое целое. Понятно. Несколько сот людей, которые имеют половину капитала, они правят всем миром. Да. И что им делать? Значит, ничего тут не получится. Тут нужна какая-то революция. Я бы сказал, что она должна исходить из средств массовой информации. Что средства массовой информации, хотя они и тоже находятся в руках. Но, с другой стороны, все-таки есть возможность каким-то образом начинать пропаганду постепенную того, что нам просто это жизненно необходимо. Мы не можем и дальше скатываться вниз, падать, потому что мы уже видим дно. А оно катастрофическое. Где вы видите лазейку, где интернет? Вы говорили интернет. Интернет сегодня тоже находится в руках нескольких людей, которые также, можно предположить, находятся в руках тех же промышленников. Мы должны пытаться все-таки через любые средства начинать эту пропаганду, начинать эту агитацию, начинать это разъяснение. Ничего не сделаешь иначе. Ничего. Если люди не осознают за несколько лет до своего окончательного падения, что они еще что-то могут исправить. Может, не к людям обращаться? Может, тем же... Все-таки они тоже находятся в этом мире? Мы видим сегодня... Мы видим такие силы природы, как цунами. Они сметают всех. Неважно, это правитель или кто. Нет, дело не в этом. Мы видим, с другой стороны, что выходит полмиллиона-миллион человек на какую-то площадь и сметают правительство. Это уже совершенно иное действие. Поэтому можно как-то к ним обратиться? Если ты наберешь таких людей, которые действительно смогут таким образом себя спозиционировать относительно правительства, ты изменишь многое. Нужны люди, которые понимают, что миру необходима разумная экономика. Разумное потребление. Огромное количество людей таких есть. Огромное. Они должны начать объединяться. Они должны начать объединяться. И это должны начинать делать мы в том числе. Это необходимый революционный, может быть, даже сказать, поворот в развитии человечества. Но жизнь к этому нас все равно вынуждает. Рано или поздно это должно произойти. Следующий вопрос. Вопрос от Дмитрия из Астаны. Как вы относитесь к идее упразднения власти чиновников и создания электронного государства и электронного правительства? Модель современного общества, политическая его часть, должна быть построена по образу простого форума или социальной сети. Эта модель позволяет каждому члену общества высказываться и быть услышанным. А технические возможности позволяют сделать процесс принятия и исполнения решений прозрачными и честными. Вы видите такое управление человечеством? Я пока вижу только, что весь интернет находится в манипуляциях всевозможных международных организаций, разведки, внутренних дел и всего прочего. Причем настолько, что мы же даже не подозреваем, как они манипулируют всем этим. И изучают всех и вся. Так что, естественно, что на сегодняшний день эта виртуальная связь, она подсознательно относительно нас управляется и направляет нас. И любые материалы, которые там появляются, они или идут на повышение рейтинга своего, или понижение в зависимости от правящих в интернете структур. Которые таким образом управляют мнением виртуального сообщества. Какие материалы более импонируют и им нужны, для тех они рейтинг поднимают и продвигают. Те материалы, которые им не выгодны, они понижают рейтинг и забивают их и так далее. То есть, все это совершенно нам понятно. Каким образом сделать так, чтобы действительно интернет был свободной зоной, сейчас это невозможно. Он является отражением того общества, в котором мы существуем. Но, несмотря на это, все-таки мы видим, что возможно, кроме того, и правильное образование современного общества. Потому что факты из жизни сама, она говорит само за себя. И ты не можешь ложью затмить то, с чем человек сталкивается каждый день. И перед угрозами, которыми он находится. Поэтому, хотя и замалчивается правда, замалчивается страшное состояние человечества, катастрофическое. Замалчивается кризис, в котором мы находимся, ужасный, проблемный. Но, несмотря на это, все-таки мы обязаны распространять нашу идею и доказывать всему человечеству, что нам надо собираться вместе в нашей единой этой вере, силе к изменению общества. Никак ничего не сделаешь. Нет другого. В тех условиях, в которых мы существуем, там мы и должны действовать. А что же сделаешь? Но дело в том, что у нас находится в руках огромнейший козырь, который недоступен ни виртуальной власти, эгоистической, ни физической, ни государственной, никакой. Ни международной. У нас есть та сила, высшая сила природы, которую мы привлекаем, с которой мы занимаемся. И мы ее оживляем, и мы ее извлекаем, раскрываем в нашем мире. И эта сила природы, она начинает все больше и больше проявляться, и ее проявление ощутится, почувствуется. Против этого никто ничего не сможет сделать. Наша передача подошла к концу. Большое вам спасибо. А вам, дорогие телезрители, я хочу напомнить, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Ответы и вопросы». Спасибо и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова